Чиновники там думают, что хлеб на деревьях растет? Нас насильно пытаются пересадить в технику 20 века. Думайтесь, дискредитация, идея жена Казахстана. В наш карман дважды залезают. Здесь нет никакого утилизационного сбора. Пир беспредельщиков. Нам пофиг пчелы, нам нужен мед. Экономика станет человекоцентричной, а не скляроцентричной. Общий привет, до старых, с вами я Вадим Балейко и канал Гиперборей. Сегодня будем говорить о том, почему в Казахстане, аграрной стране, так дико растут цены на продовольствие. Для иллюстрации сначала я покажу вам несколько диаграмм. С конца 2020 года по май этого года, то есть меньше, чем за полтора года, продовольствие подорожало следующим образом. Рис на 60%, пшеничная мука высшего сорта на 55%, мука первого сорта на 49,4%, то есть почти в полтора раза. Манка на 30%, греча 90%, овсянка сэр 90%, говядина 41%, конинка любимая 24%, молоко жирности 2,5% на 18%, молоко жирности 3,2% на 16%, творог или творог, и так и так правильно, 18%, яйца на 55%, почти как фаберже, масло сливочное ровно 30%, растительное, а конкретно подсолнечное масло 63%, сметана рост почти на 64% и кефир вырос в цене на 36%. Заодно я для сравнения посмотрел официальный курс тенге на 30 декабря 2020 года. 420 тенге за доллар. А также я глянул курс на 20 мая этого года, в день, когда мы пишем этот круглый стол. 431,41 тенге. Иначе говоря, национальная валюта за эти почти полтора года ослабила всего лишь на 2,5%. Что это все значит? А то, что при тех же в основном зарплатах казахстанцы все больше семейного бюджета тратят на продукты первой необходимости. И все меньше на другие товары первой необходимости. Я уж тут совершенно не говорю про излишества. На понятном языке это называется обнищание населения. Ну да, война в Украине вызвала сумасшедший рост цен на продовольствие во всем мире. Но ведь Казахстан не только производитель еды, но еще и экспортер. И казалось бы, у нас с ценами должно быть немножко полегче. Но не тут-то было. Так в чем же причины этого феноменального роста цен? Ответ на этот вопрос я буду искать сегодня вместе со своими гостями. Их у нас аж трое. Для начала представлю. Фарид Абитаев, глава ТОО «Опытное хозяйство маслячных культур» из Усть-Каменогорска, глава Восточно-Казахстанского отделения партии АУЛ. Василий Деменков, эксперт и предприниматель в сфере поставок сельхоз и коммунальной техники и запчастей. Он из Бостона, США. Переехал из Казахстана туда год назад. Занимается подбором и поставками техники и запчастей в страны СНГ. И Тлег Бекбасаров, эксперт Зернового союза Казахстана. Всем здравствуйте, во-первых. Тлег, с вас давайте и начнем. Цены, которые только что были названы, их предоставили мне вы. А вы их откуда взяли? Представлю вас, представлю всех зрителей. Спасибо большое за приглашение. Я собрал эти данные из официальных данных, официальный источник Агентства национальной статистики. Данные на конец года, начиная с 2010 года, конца года, и по конец 2020 года. Они есть помесячные, но отобраны специально по состоянию на декабрь каждого года. И затем, однако вот на 2021 год, на конец года данных не было. То есть располагаемые данные Агентства статистики завершаются концом 2020 года. Далее мы просто провели выезд в супермаркеты и замеры сделали по интернет-магазинам. Это Астриджан, Смол, Магнум, Арбуз. Это основные места, где городское население приобретает продукты питания. Раньше, если доля продуктов питания составляла 34%, то в 2020 году она стала 39%. Скачок цен кажется достаточно серьезным. Здесь вопрос в методологии. Если последний уровень цен по состоянию на конец 2020 года был чуть ниже 400 тенге за 1 кг риса, то сейчас, если посмотреть на стоимость пачки риса и на развес, стоимости две разные, конечно же, потому что на развес это рис, который идет с примесями, с сорностью определенной, а в пачке он уже распасованно, фильтрованный и упакованный, поэтому и стоимость выше. Но вот у нас, в наших супермаркетах, на полках, он стоит за наиболее такую среднюю стоимость 950 тенге за килограмм. И за популярные некоторые модели, более премиальные, это 1100 тенге за килограмм. А на развес стоит 260 тенге. И вот если просто посмотреть конец 2020 года, это 377 было. Это навряд ли цена была за развес. Поэтому взять, если среднюю сейчас между шлифованным в пачках и рисом шлифованным на развес, то выходит 605 тенге средняя цена. И вот эта цена и представлена здесь в графике. По такому принципу, по всем остальным продуктам и составлены эти цены. Лег, значит, у нас получилось такое гибридное сравнение цен. И я просто хочу заметить, что покупатель, когда идет в магазин, он не думает о методологии, а о том, сколько у него хватит или нет денег. Вот вы назвали, что цифру почти 40%, которая составляет в бюджете казахстанца расходы на продукты питания, для сомнения, в Европе примерно 20%. То есть у нас получился разрыв совершенно дикий между официальными ценами и магазинами, то есть реальными. А насколько можно верить официальной статистике? Я думаю, по некоторым позициям, к сожалению, есть сомнения. Кое-где доверие, в принципе, можно возложить. Вот в частности, на примере молока. У нас по молоку есть отечественные производители. У нас есть хорошие производители. Петропавловское молоко, Зенченко. И вот таких производителей, я думаю, должно быть больше по остальным категориям товаров. И это как раз-таки пример прозрачных цен и, скажем так, умеренного роста цен. Поскольку есть наши производители, их цена прозрачная на рынке в плане того, что нет необходимости, в принципе, заниматься манипуляцией какой-то составом или методологией, в целом статистикой. Поэтому в этой категории товаров, я думаю, за счет наличия хорошего, качественного отечественного производства, которого мы добились в сфере молока, я думаю, статистика достоверна. В остальных вещах, там, где начинаются уже большие колебания, сильная импортозависимость, либо там, где есть, как раз экспорта, экспортное направление. Там колебания, возможно, создают стимулы или мотивы для того, чтобы смягчать, примягчать и, может быть, где-то сглаживать этот рост цен в конъюнктурных целях. Такое не исключено, я не могу это исключать. И мне кажется, имеет место быть, потому что слишком большая разница, насколько мы выявили в разнице цен буквально там в периоде меньше, чем полтора года. Господа, давайте к делу. Коротко, пожалуйста, скажите, в чем причины продолжающегося роста цен, феноменального роста на продукты в Казахстане. И он не останавливается, как мы видим. Объективные мировые причины мы знаем. Это, прежде всего, война в Украине между двумя зерносеющими странами. Из Украины экспорт практически остановлен. Россия тоже закрывает экспорт, но снижается он очень сильно. Есть и у нас объективные, всяческого рода природные катаклизмы, или паводки, или засуха. А каковы вот субъективные причины? Сначала слово фермеру. Пожалуйста, Фарид. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы являемся предприятием, которое занимается и растениеводством, и животноводством, производим молоко. Поэтому я могу достаточно хорошее мнение экспертное составить. Видя экономику, как складывается сельхозтоваропроизводителя, могу обоснованно, вполне аргументированно объяснить, почему происходят рост цены. Цены вообще на всю сельхозпродукцию. Ну, во-первых, мы, как известно, находимся в открытом пространстве, экономическом, свободной экономике. И в настоящее время, сегодня происходит рост не только цены на сельхозпродукцию. У нас расчет себестоимости производства. Ну, достаточно сказать, что такие важные составляющие, как средства защиты растений, эписициды и удобрения, они подорожали в два и более раз за последний буквально год, потому что они делаются из нефти и газа. Соответственно, нефть и газ сверх пошла, соответственно, это подорожало в два и более раз за один год. А в структуре себестоимости эти две позиции занимают 40% в структуре себестоимости. Теперь, если мы говорим про заработную плату, которая у нас составляет от 8 до 10%, ну, потому что мы крупное предприятие и так далее, у нас рост произошел с 8 до 10%. Разумеется, мы вынуждены поднимать и заработную плату тоже. Все составляющие, электроэнергия там и так далее, и так далее, тоже все дорожает. Разумеется, дорожает и сельхозтехника, и запасные части, которые мы вынуждены приобретать. Просто без этого невозможно работать. Стоимость горючих смазочных материалов тоже выросла, тоже, как я повторюсь, подорожала нефть и газ и так далее. Соответственно, из них делается ГСМ, и составляющая эта выросла у нас с 8 до 12%. Таким образом, растут все показатели себестоимости. Разумеется, растет и себестоимость сельхозпродукции. Но я хочу отметить следующее. Сегодня лидерами, так скажем, есть и спекулятивная составляющая у роста сельхозпродукции. Например, лидерами являются сегодня масло подсолнечное, гречка и сахар. Эти все, так называемые, ажиотажного спроса продукты. Там имеет место спекулятивная составляющая от товаропроизводителей, от продавцов и тогда реализаторов. Рост цены ее составил за последние буквально 5-6 лет. Свыше 3,3 раза выросла цена. 3,2 раза, 3,3 раза. А есть продукция, которая сильно не подорожала. Это, например, продукция животноводства, картофель, молоко и так далее. Они подорожали буквально около двух раз за последние 5-6 лет. Почему это произошло? Потому что государство в виде правительства вводит постоянно запреты на экспорт мяса, на экспорт картофеля. И, соответственно, мы, как говорится, не без выхода на внешние рынки, вынуждены конкурировать сами с собой и цена валится. Но это приводит к тому, что аграрии сегодня все меньше и меньше возможностей имеют для повышения заработной платы, для обновления техники, технического перевооружения и так далее. Вот интересные цифры у нас есть, например, по сельхозтехнике, которую мы так стабильно и хорошо обновляли. А теперь у нас появляются такие абсолютно антинародные действия и постановления, которые сегодня приводят к тому, что сельхозтехника дорожает. В частности, вышло постановление Министерства национальной экономики номер 31 на 31 марта текущего года о том, что с нового года сельхозтехника дорожает, вернее, отменяются льготы по субсидию, льготы отменяются по НДС, и мы должны заплатить его с января текущего года по настоящее время и, более того, заплатить пению и штрафы. К чему это приводит? Разумеется, к тому, что дорожает сельхозтехника, которую мы приобретаем, и, соответственно, это неизменно отражается на стоимости продуктов питания. Вдогонку вам вопрос, Фарид. А чем вызвано это противоестественное совершение постановления правительства? То есть оно вопреки всякому здравому смыслу, то есть фермеры подрубаются на корню. Может быть, чиновники там думают, что хлеб на деревьях растет? Но я хочу сказать, что чем оно обусловлено, никакого объяснения этому нет. Я вот даже, наблюдая за нашим министерством индустрии, логика самого министерства противоречит логике своего же министерства. Я в качестве примера приведу несколько примеров, очень ярких, которые показывают, что это так происходит. Как известно, наше сегодняшнее так называемое сельхозмашиностроение, которое производит, как по некоторым у нас позициям, в частности по комбайнам и так далее, до 40%, то критерии сооценки вот этих так называемых локализаций, она абсолютно противоречит в рамках одного министерства. Простой пример. Комбайн ЕСИЛ 760, который сегодня является лидером нашего производства, уже 8 лет у нас он выпускается в Казахстане, он имеет локализацию, как говорит министерство индустрии, до 40%. При этом, по сути, я, как все знают, великого там ничего не делается, кроме как, ну, не знаю, незначительные какие-то вещи. Но министерство индустрии выпускало Toyota Fortune, помните, такой проект был, в 2014 году запущенный в Казахстане. Тогда здесь сваривались кузова, красились кузова, собиралось все это, и локализация была при этом 20%. Сегодня за то, что мы прикручиваем колеса на этом комбайне ЕСИЛ 760, у нас сегодня локализация до 40%. Почему министерство, ну, в рамках одного министерства, противоречия, вот эти цифры абсолютно противоречивые, и Toyota благодаря этому успешно ушла из Казахстана в 2015 году, потому что стало невыгодно производить. Этот же комбайн ЕСИЛ 760 за прошедшие 8 лет сборки, если он имеет такую высокую локализацию в Казахстане, то он должен, как минимум, быть примерно похожим с высокой локализацией сельхозпродукции, которая здесь производится. Как я уже сказал, сельхозпродукция подорожала за последние вот те же 8 лет, я вот сравнение провел, в 2-3 раза. В то же время комбайн ЕСИЛ 760, который здесь собирается, стоил 24 миллиона, сегодня стоит 115 миллионов. Значит, почему так происходит? Потому что локализации казахстанской в нем нету. Если была бы локализация в нем высокая, хотя бы 40%, тогда он подорожал так же, как и сельхозпродукция, ну пусть не в 2 раза, но пусть в 3 раза подорожает, но не в 5,8 раза. Это ни в какие рапки не лезет. И по сути, сегодня, когда мы еще утилизационный сбор вводится, который является абсолютно антинародным, и против всей отрасли сельского хозяйства направленной. Парит, давайте по порядку к утилизбору мы сейчас вернемся. Я вам просто объяснил, я узнал разницу между локализацией и казахстанским содержанием на примере автомобилестроения, так называемого. Вот, например, на заводе Hyundai TransAVT в Казахстан мне сказали, хвалились, что у них локализация составляет 40%. Но объяснили, что в локализацию включаются вот все операции, которые произведены на территории Евразийского экономического союза. Допустим, если им крылья привозят из Питера, то эти крылья входят в локализацию. А тогда я спросил, а казахстанское содержание? Они говорят, 16% это операции, которые на территории Казахстана. То есть, министерство и скляр, они никогда не называют казахстанское содержание. Это понятие вообще ушло совершенно из, так сказать, обихода. Потому что эти цифры невыгодные. Потому что они показывают реальный вклад Казахстана в так называемое производство. Вот в чем дело. Разрешите я добавлю, здесь абсолютно, вот по поводу автопрома у меня есть абсолютно цифры, доказательная база, так сказать. Сегодня Узбекистан, который не входит в Евразийский союз, и соответственно уровень локализации автомобилей, который там собирается, составляет 70%. Это честные 70%. При этом силовой агрегат, двигатель и коробку передач, трансмиссии, они получают из Кореи. Это абсолютно честный процент 70%. Теперь этот же автомобиль приводится в Казахстан, по сути, в собранном виде. И локализация чудесным уровнем составляет уже 40% казахстанское содержание. Это не произведенный в Евразийском Союзе автомобиль. Тот же Chevrolet Cobalt и так далее. Сегодня он лидер продаж, кстати, у нас в стране. Как происходит так? Автомобиль в Узбекистане собран 70% без двигателя, без коробки передач и так далее. А перекрученные колеса становится здесь 40%. Вот этот вот, как это объяснить, фокус. Фокусы такие может только делать наше министерство индустрии, я так считаю. Ну и соответственно мы-то все это видим, слышим и читаем. Если мы сегодня 140 марок автомобилей выпускаем, здесь так можно и 200 марок выпускать. Круче стать Японией и других передовых стран. Я попрошу Василий Вас ответить на поставленный вопрос. Каковы, на Ваш взгляд, как поставщика техники, причины роста цен на продовольствие в Казахстане? Добрый день всем. Большое спасибо за приглашение. Ранее 10 лет я работал в Казахстане в сегменте сельскохозяйственной техники, поэтому я тут очень хорошо знаю. Дело в том, что политика в Казахстане в отношении сельского хозяйства вообще велась и ведется непоследовательно. И очень много нестабильности. Хотя перспективы, как уже вы сегодня, коллеги, отметили, нашего сельского хозяйства, они очень хорошие и в общем мировой тенденции. Мы можем конкурировать на всех уровнях. Но благодаря этим непоследовательным решениям, особенно в отношении каких-то заградительных мер, абсолютно причем необоснованных со стороны министерств, которые сегодня уже упоминались, они очень сильно мешают, в принципе, фермерам в рывке. И мне видится, что с тем подходом к данному вопросу со стороны казахстанского правительства, который есть сейчас вообще ни о каком прогрессе в деле производства, то есть сельхозтехники и оборудования в Казахстане, говорить не приходится. Фарид Кумаш называл цифру 8 лет производится комбайн. У меня информация немножко другая, причем с официальных сайтов тех же заводов-производителей. Первый комбайн в Казахстане начал производиться еще в 2007 году. На минуточку, это 15 лет уже прошло с производства этого комбайн. Вдумайтесь в эту цифру. И что мы сегодня имеем, да? Ничего не скроешь от соцсетей. Все же видят эти ролики, которые гуляют по Facebook и другим соцсетям. Абсолютно готовые, единицы техники приходят. И то, что мы видим, это по сути тот же импорт абсолютно в чистом виде. Заводы получают эту технику и, соответственно, лепят другое название. Вот выходит как будто бы комбайн, который произведен в Казахстане. Поэтому на сегодняшний день разделение импорта и своего производства, оно только на бумаге в Казахстане. И практически свое производство это тот же импорт, который, опять же, зависит от цен производителей за рубежом, от логистики в Казахстане и плюс дополнительных сборов со стороны государства. Когда мы начинаем окунаться в приказы того же Министерства инвестиций, который в Казахстане их выпускает, то там вообще смешные абсолютно положения и критерии той сборки, которая есть. Я вот читал эти приказы, например, приказ по тракторам. А тракторы в Казахстане собираются уже четвертый год. Так вот, с первого года, здесь вот очень интересная фраза указана, в процент локализации входит установка поликов. Что такое установка поликов? Что за полики? Можилий коврик, это процент казахстанской локализации, установка табличек, рукояток и чехлов. Ну, если такой подход будет продолжаться, то еще 15 лет дальше, и цены, я думаю, еще на 580% и дальше улетят. И, естественно, все перекладывается в цену, в ту же сельхозпродукцию, которую наши фермеры в конечном итоге поставляют на рынке. Ничего из ничего не происходит. Василий, скажите, пожалуйста, а вот за эти последние 8 лет в Штатах тоже выросли цены на комбайны и трактора в 5 раз? В Штатах процент роста цен на технику в год составляет 3, максимум, может быть, 4-5%. Последний год можно не брать, это, в принципе, последствия ковида и общей мировой тенденции. Последний год порядка, наверное, 15% рост составляет, но это связано, опять же, с российско-украинским конфликтом, потому что, например, в Америке очень сильно логистика завязана на автомобилях, вы знаете, на траках, грузоперевозках. И, естественно, дизель вырос в стоимости в разы, просто 50% где-то, практически, где-то местами. Ну, это от Штата к Штату. Поэтому в этом году общемировая немножко другая ситуация. Но commodities все растут. И, опять же, если сравнивать процент затрат фермера на технику в его портфеле, если в Казахстане он там средний от 30-40% от хозяйства к хозяйству, может быть, у кого-то меньше по оснащенности, то в Америке за 45 лет последние статистики этот процент не выше 15%. Вот поэтому-то у нас, наверное, и доля расходов на еду составляет 40%, как сельхозтехника в бюджете агрохозяйства, да? А в Европе и в Штатах 15-20%. Лех, вы согласны с тем, что одним из факторов роста цен на продукты является рост цен на сельхозтехнику? Абсолютно. Рост цен на средства производства, на средства механизации – это в первую очередь как раз-таки то, что копилось. Вот начавшийся рост цен, вот пример приводили, да, комбайн отечественного производства за 24 миллиона тенге, который сейчас стоит 115 миллионов тенге. Это же нонсенс. Вы вдумайтесь просто, вы представьте. И тогда, когда пошел этот рост цен, все-таки сама динамика цен, даже по графикам, которые я показывал, в целом где-то вплоть до 2017 года в основном это был умеренный рост цен на продукты питания. Умеренный. Ускорение началось, пожалуй, где-то с 2017 года. Это к чему? Потому что любая абсорбция вот этого роста производственной себестоимости и роста стоимости средств производства абсорбируется и вот так передается на потребительские цены через такой трансмиссионный механизм с определенной задержкой. Он распределен на несколько лет. И если сейчас, скажем так, такое обострение средств производства происходит, дефицит, рост, рост стоимости металла, рост стоимости грибицидов, индуицидов и в целом средств защиты растений, это все будет передаваться, ну еще один, два, три года. Оно вот за этот период потом абсорбируется в потребительских ценах, откорректируется зарплата, откорректируется, цены в супермаркетах, у переработчиков и потом в супермаркетах. И это все будет передаваться. Поэтому то, что происходит в этот момент, в этом году, в частности, оно еще будет аукаться. И вот это является как раз-таки нечто неутешительным, поскольку тенденция будет продолжаться. Я от этого никуда не убежил. В плане того, что вот до 2018, 2018 и 2019 года, если где-то там сдерживался рост цен, в плане того, что все-таки такой рост себестоимости еще не полностью передавался в потребительские цены, но потом, как только триггер сработал, 20-й год, пандемия, логистические проблемы, возникновение проблемы наличия ресурсов, сразу же начали переоценки происходить, прайсов у переработчиков, у производителей на товарно-продовольственных рынках. И в целом, тогда, когда возникла вот эта проблема мировой инфляции, которая усилилась у нас как раз накопленным потенциалом вот этим роста производственной себестоимости, оно как пружина выстрелило у нас. И начиная с 2020 года пошел еще более ускоренный рост, который начал отражаться на кошельках, и мы стали обращать внимание на ускорение этого роста цен. Вот вопрос в том, что если это дальше будет продолжаться, а ускориться, это будет еще несколько лет в этом делу. Здесь я хотел бы отметить два момента. Во-первых, как мы знаем, главные рыночные инструменты у нас в Казахстане и инструменты регулирования цен это министры и акимы. И всякий раз, когда цены набухают, они получают вздрючку от президента, но по факту они не работают. И второе, надо обязательно вспомнить падение курса национальной валюты за эти последние 8 лет. То есть мы помним, что 11 февраля 2014 года произошла первая девальвация со 150 до 180 на 20 процентов. Упал тенге, и затем была такая ползучая девальвация, и последний шок был в августе 2015 года, когда тенге упал примерно до 320. То есть со 180 до 430-450 в этом году это в 2,5 раза похудел тенге. А мы видим, что цены на тот же комбайн выросли более чем в 5 раз. Фарид, скажите, пожалуйста, а цены на трактора, они так же примерно росли? Или есть отличия? Ну, примерно зависимость так же, и принцип тот же. То, что собирается в кавычках в Казахстане, все немедленно облагается удивительным сбором, НДС и так далее. Все, что собирается здесь, вернее, освобождается от всего этого, получает дополнительные льготы. И я всегда говорю о том, что когда здесь у нас вот эта псевдосборка производится, неважно чего, тракторов, комбайнов, то в карман агрария залезает дважды. Во-первых, за счет введения всяких ограничительных барьеров, а во-вторых, за счет того, что это деньги на деньги налогоплательщиков наших, они получают льготные преференции по налогам, по финансированию и так далее. в конечном итоге в наш карман дважды залезают с обоих сторон. И еще, я хочу сказать, вот это даже освобождение от НДС, это тоже из денег налогоплательщиков делается, так называемые льготные преференции для производителей. И, соответственно, мы страдаем, здесь страдают уже все граждане Казахстана. Я вам хочу привести одну цитату Романа Скляра, которую он произнес в своем интервью телеканалу «Хабар-24» 23 февраля, когда объявил о снижении ставок телесбора на 50%. Вот один из мифов, один из фейков, который распространяют, так скажем, псевдоэксперты, которые разбираются абсолютно во всем. Ну, я не знаю, это их заблуждение, либо это делается специально в угоду кому-то, но тем не менее, вот первый миф. У нас нет автопроба, мы прикручиваем колеса. Я думаю, не нужно много повторять, были масса общественников, блогеры, которые проехали по заводам и увиденные, как бы они увиденные, мы остались удовлетворены, я так полагаю. Вы же помните десант блогерский, да, на завод «Агромашхолдинг» и на, по-моему, «Сарака» автопром их возили. Прокомментируйте, пожалуйста. Тлег. Насчет производства, конечно же, вопросы очень спорные. Я думаю, с одной стороны, определенный пиар мы видели, да, но если подходить уже действительно системно, с точки зрения госполитики и госприоритетов, если мы все-таки создаем определенные заградительные барьеры и начинаем сужать, снижать количество поставщиков на рынке, мы будем получать вот такую ситуацию с ростом цен. Количество поставщиков и консолидация начала происходить, как только появились все пакеты заградительных мер и так далее. В ответ что получает государство? В ответ оно должно получить удешевление сверху техники за счет собственного производства. Вот это собственное производство, тогда, когда внедряется уже казахстанская составляющая в тенге, ценообразование стабилизируется, потому что наш металл будет использоваться, наши компоненты, запасные части будут использоваться. Если просто этого не происходит, то в эту голову, в эту мясорубку нужно ложить определенно решившись. И не стоит этого делать, если мы собираемся заниматься и не достигать целей. Если просто собираемся заниматься ради просто занятия. по сути, те материалы, которые мы видели в соцсетях, являя то, что мы видим, большие очень вопросы, насколько соблюдаются эти правила соглашения о промо-сборке по тем операциям, которые там видны, если честно, и в каком виде приходят машинокомплекты, это либо наглое нарушение соглашения о промо-сборке и абсолютно надувательство нашего общества, и от этих операций, когда перейдем к настоящему машиностроению и к созданию настоящего казахстанского содержания, большой вопрос. Мне кажется, при такой динамике мы и через 30 лет к этому не придем. Либо по-серьезному этим надо заниматься, если мы заходим и городим такие заградительные режимы, либо не надо вообще заниматься, иначе мы другие отрасли, как раз таки системообразующие начинаем просто гробить. А именно это сейчас происходит, тогда, когда миру нужно выполнение функции экспортеров, вот наша страна это естественный экспортер продовольственной продукции. И вот сейчас мы это не можем сделать, потому что реально есть сдерживание. Я здесь хотел бы зачитать вот эту статистику. посмотрите, вот просто если вслушаться, страны, которые находятся вокруг нас, куда мы экспортируем цифроцепродукцию, как в виде пшеницы, так и в виде муки, какой рост утилизационный сбор начался с Российской Федерации за 19-20 год, рост валовой добавленной стоимости сельского хозяйства там состоял 3,7%. Если на востоке посмотреть, Монголию, он состоял 12%. Если в западную часть посмотреть, в Грузии, в Азербайджане, он состоял 8,8 и 9,5% рост сельского хозяйства. Если посмотреть Турцию, 9,4%. На юге посмотрим, Узбекистан 6,2%. У них там утилизационный сбор есть, но на БУ комбайне только. И то ставки намного ниже. Скажем так, в основном для нужд фермеров используется новая техника, приобретается новая техника. Поэтому у них на новую технику не существует. И плюс таможенные пошлины освобождены. Затем в Таджикистане 16,6%. В Афганистане 24,5%. Это статистика Всемирного банка. И посмотрите, что в Казахстане за 19-20-й год рост ВДС составляет 5,7%. То есть в странах, в двух странах, где утилизационный сбор есть, одна его придумала, другая скопировала, какое сдерживание происходит. Это вопрос в том, что если мы такие вещи вводим, начинаем сдерживать потенциал, потом, когда начинается большой спрос со стороны мирового рынка, начинаем вводить запреты на вывоз и так далее, мы порождаем как раз-таки вот эти триггеры. независимые от пшеницы, раньше покупали муку и так далее, они начинают заниматься уже собственным продовольственным обеспечением. Они уже видят, когда запреты на вывоз вводят, все страны начинают заниматься, даже если это им дороже, заниматься производством пшеницы, заниматься переработкой и производством муки, потому что никому не хочется оставаться в ситуации, когда ввели запрет на экспорт в какой-то стране и они уже без муки остаются. Они все вынуждены заниматься. А триггером являются запреты на вывоз. А запреты на вывоз мы бы не делали, если бы у нас сельское хозяйство вперед шло. Именно вопрос в этом в том, что сейчас как раз-таки мировой рынок требует, когда выпадают такие крупнейшие экспортеры, как Россия вела запрет на экспорт, Украина по естественным геополитическим военным причинам, Индия вела запрет на экспорт, Китай начал стратегические закупки в продовольственные запасы. И в мире таким образом устанавливается дефицит, начался ажиотажный закуп по сути пшеницы на мировых рынках. И когда вот такие вещи происходят, это говорит о дефиците. А восполнять должны такие страны, которые призваны экспортировать. Наша естественная функция международной торговли была экспортировать и пшеницу, и муку одновременно, чтобы и того, и того нам хватало, как для переработки, так и для экспорта. И то, и то вместе должно идти. Мы за счет сдерживания нашего потенциала начинаем сдерживаться, начинаем закрываться в экспорте. И потом сами триггером порождаем как раз-таки возникновение мукомольной промышленности и собственного производства пшеницы и прочего в наших странах, куда мы экспортировали раньше. Начинаем терять эти рынки. И вопрос в том, что если сейчас как бы не сделать акцент на сельского хозяйства, как раз-таки нам необходимо ударное обновление, приобретение как тракторов, так и любой другой механизации комбайнов ударным просто образом, без всяких барьеров, без оглядки на лоббистов и на заградительные меры, это как раз будет являться приоритетом экономической добавленной стоимости выгоды для Казахстана. Я вам приведу еще одну любопытную цитату первого вице-премьера Романа Васильевича Скляра, который на мой взгляд является главной торпедой в группе товарищей лоббирующей у ТИСбора и прочей заградительной меры. Есть факты, против которых труд, которые трудно оспорить. Давайте я приведу пример, еще может быть, который более близкий к нашим сельхозтоваропроизводителям. вот в Кустанае в 2020 году в октябре открылся завод по производству тракторов Кировец. Обратите внимание, не сборка, а производство тракторов. У меня к вам вопрос. Если тракторостроения в Казахстане отечественные, почему же тогда эти трактора назвали Кировец, а, например, не Богенбай, Батер, по примеру переименования улицы в Алма-Ате, а еще лучше можно было назвать Скляровец или Лаврентьевец. Фарид, Ваши комментарии. Касательно производства тракторов российской сборки, название, конечно, это ваша ирония нам понятна, но в целом, если говорить по сути, это говорит о том, что трактор не является казахстанским. Как говорит мой один хороший товарищ, в нем только воздух в колесах казахстанских. И по сути, сегодня, если мы говорим о сборке, и вот ситуация с санкциями, которая сейчас попала Российская Федерация, мы же видим, к чему это приводит в конечном итоге. Для нас это не просто шаг назад, переход на технику, которая собирается в Казахстане, российского производства, по сути, это даже не шаг назад, это два скачка назад, потому что мы не можем покупать современную технику. Ладно, россияне, они там под санкции попали, понятно, почему. Сегодня евро ноль сегодня собираются они выпускать, в Москве возвращают на конвейер и так далее. О чем это говорит? Говорит о том, что без современных средств и элементов технологии, запасы частей и комплектующих, трактора и комбайны российского производства превращаются просто в технику 20 века, на которую нас насильно пытаются пересадить агравию. И после этого нас называют псевдоэкспертами. Извините, пожалуйста, у меня сразу же вопрос к тому, кто это говорит. Вот он, кстати, этот вице-пример курирует сельское хозяйство. Вот сколько дней он проработал или лет в отрасли сельского хозяйства и каких успехов он там добился. На эти два вопроса, если он меня ответит, тогда кто из нас псевдоэксперт, будет сразу понятно. У нас есть, мне есть, что ответить на этот вопрос. Теперь касательно, ну, немножко я оскорбился за то, что псевдоэкспертами нас называют. Теперь по поводу вот касательно техники, которая к нам заходит из наших сборочных производств. Она не выдержит никакой критики ни по качеству, ни по надежности, ни по соответствию на сегодняшнему производительность труда понятием и самое главное, у нас техника в сезон короткий, техника работает ну, там, 3-4 недели в году и при этом она должна обладать высокой надежностью и не ломаться. У нас не обладает эта техника ни первым, ни вторым и, соответственно, когда мы теряем день припосевной, как говорят, день посевной это год кормит. Вот так оно и есть. И сегодня нету надежности, нету урожайности, нету производительности, нету результатов. А я теперь скажу другую цифру в экономике, которая сложилась в нашем предприятии. В животноводстве за последние 5 лет благодаря внедрению отечественного производства у нас себестоимость в структуре себестоимости стоимость обслуживания, ремонта и приобретения техники повысилась с 7% до 16%. в растеневодстве повысилась с 20% до 23% в структуре себестоимости. Именно я почему говорю о том, что это и приобретение техники амортизации, и приобретение запасных частей, потому что, понятно, под эту технику приходится покупать и запчасти. И запчасти у нас растут в цене, потому что техника наша старая, это факт известный. А обновляться на вот эту технику малопроизводительную мы не очень хотим, откровенно говоря. Это все равно, что нас иномарки пересадить на москвич. Примерно так. Василий, к вам вопрос. Вы хорошо знаете и казахстанский рынок сельхозтехники, и теперь американский за год, наверное, изучили. Скажите, если в Казахстане просто закупать сельхозтехнику без утильсбора за рубежом, насколько она будет конкурентно способна по соотношению цены и качества? Ну, она абсолютно конкурентоспособна по соотношению цены и качества во всем. Почему? В технологиях она решает вопросы проблемы кадров на селе на сегодняшний день, потому что она высокопроизводительная. Отток кадров из села у нас бешеный в Казахстане, насколько я знаю, и он не меняется, к сожалению, год от года этим вопросом почему-то никто не занимается в стране. И та сборка, которая есть на сегодняшний день в Казахстане, она все-таки не следует букве закона того, который подписан. У меня складывается полное ощущение вообще, что те приказы Министерства инвестиций и развития Казахстана, которые подписываются, это полная фикция и профанация на сегодняшний день и просто заградительные барьеры для захода на рынок других производителей. Почему? Потому что если считываться в эти бумаги, которые в официальном доступе есть, и складывать дважды два тех видеороликов, которые есть в сети, эти соглашения абсолютно нарушены во всех пунктах, которые здесь прописаны. Если мы возьмем опять же комбайны, например, те же самые, и считаемся в этот приказ, это номер 213, подписанный в 2018 году, соглашение, насколько мне известно, о промсборке подписывалось в 2019 году, а комбайны производятся уже 15 лет. Здесь с первого года написано, что производитель обязан устанавливать выгрузной шнек, вот я даже выделил на комбайн с первого года его производства. И что мы видим на тех видеороликах, которые по сети гуляют, комбайн полностью готовый, со шнеками, с гидроцилиндрами подъема жадки, которые здесь с 3-го и 4-го года должны устанавливаться. У меня складывается ощущение, просто, что эти соглашения переподписываются для существующих заводов, чтобы откладывать вопрос локализации в стране. И они также продолжают из года в год просто импортировать технику, причем являясь официальными дистрибьюторами заводов-изготовителей из Беларуси. Ну, как такое вообще может быть? Скажите, пожалуйста, а конкретный пример, сколько, например, стоит комбайн Джон Дир, если его привезти сюда, допустим, таможенная поршина 15%, НДС 12% даже, но без утильсбора, потому что мы знаем, что на комбайн у нас утильсбор доходит до 13 миллионов тенге, это вот больше 10% гораздо, да? Я, к сожалению, не владею текущими ценами на новую сельхозтехнику, может быть, Фарид Кумашович более компетентен в данном вопросе. В прошлом году, насколько я знаю, но это тоже зависит от модели, от модели к модели, то есть от мощности комбайна, от захвата жатки и так далее. Фарид Кумаш, может, вы... Поясните, Фарид? Я могу сказать, что стоимость нового комбайна Джон Дир составляет от 350 до 450 тысяч долларов, в зависимости от мощности, классности и так далее. С доставкой здесь, в Казахстане. Но если мы сравним его с тем же и селем, с 760-ым, он стоит 115 миллионов, что составляет 300 тысяч долларов практически. Поэтому тут стоимость псевдо отечественной техники, она близка, приближается, ну, в полтора раза пока они дешевле, но там качественно совсем уровень другой. А вот у меня в этой связи вопрос к Василию, а вот если бы отменили вы утилизационный сбор на комбайны до 5 лет и трактора производства бывшего употребления, так называемого, при завозе в страну, сколько бы они стоили при отсутствии утильсбора и НДС, то есть при равных условиях с этими отечественными сборки комбайнов. БУ-трактора и комбайны, которые с Америки сюда доставить, в Казахстан к нам и продавать его без утиля и без НДС, допустим, без пошлины. Это тоже Фарид Кумаш зависит от года, да, его наработка. а, скажем, одноклассник Есселя 760-6, 5-6 класса комбайнов. Ну, здесь роторные комбайны, поэтому с Есселем не сравню, но скажу, что роторный комбайн примерно десятилетней давности с жаткой будет стоить порядка тех же 280-270, может быть, тысяч долларов. С наработкой практически там 2500-3000 моточасов. Понятно. Давайте мы уже эту тему взбодрили, тему утильсбора. И, Лег, у меня вопрос к вам. Вот группа нет утильсбора, вы являетесь активным членом этой группы. Они всегда выступали против утильсбора по двум позициям, по кабельно-проводниковой продукции и по сельхозтехнике, считая эти платежи утилизационные просто абсурдными, потому что фермер не утилизует свою технику, а разбирает ее до последней гайки. Но все-таки вас не услышали, всего лишь снизили, как и на все остальное, до 50%. Почему так упорствует министерство и правительство по как раз вот этой позиции? Почему они заковывают фермеров в эти утилизационные кандалы? В принципе, всем, я думаю, уже стало понятно вот это вот нежелание из-за того, что есть эти сборочные производители, из-за того, что их планы и их инвестиционные проекты по машиностроению якобы это были вложения как раз под утилизационный сбор, под защиту рынка, и производитель, раз вложившись, нельзя просто одним махом обнулить этот утилизационный сбор, что приведет к тому, что обанкротятся якобы эти производители. Вот в этом и заключается, наверное, единственная причина, которую мы слышали до этого, это только эта причина. Но как только доходит вопрос до реальных инвестиций в машиностроение, кто конкретно сколько вложился и каким образом происходит внедрение местного содержания и развития машиностроения, производства этих технологичных машин, тракторов, комбайнов и так далее. Конечно, там аргументы заканчиваются и переходит все в принципе в определенную политику, в геополитику, якобы, что Россия вела и мы зеркальным образом должны держать и так далее. Но здесь опять же если просто поразмыслить прагматично, происходит так, что мы сами на себя это вводим. Если у России был свой якорный производитель, предположим, Россельмаш, и они легко обходят любой утилляционный сбор, создав просто сборочное производство и вот так гоняя технику, поэтому для них это не является каким-то зеркальным препятствием, заграждением, они легко его обходят, а на самом деле по факту барьером и плательщиками становятся фермеры. Вот для них это вводится и мы сами на себя таким образом вводим и вводим заграждение на собственно развитие сельского хозяйства. Вот что происходит. До такой глубины конечно не доходит обсуждение и как бы как правило все упирается как раз вот в эту геополитику, что странно ввели и мы должны у себя вести, мы должны держать, потому что почему мы не должны развивать наше настроение и дальше если честно приближенное нечто к демагогии происходит. Вот так и дальше продолжается эта тема, а мы в принципе с тем же ввозом остаемся и самое главное появляются новые какие-то ухудшающие регуляторные изменения. Вот то, что Паритмаш упомянул насчет НДС, есть там и ряд других вопросов, они все в принципе находятся в стезе интересов как раз таки лоббистов, работающих на развитие бизнеса и работающих через бизнес-модель создания препятствий и барьеров. Таким образом они узурпируют, консолидируют этот рынок и происходит это узкое горлышко. и за счет этого появляются возможности резервы повышения цен. Вот так и реализуется этот механизм. Он такой комплексный с одной стороны, но на самом деле вся суть в узком горлышке. Можно я добавлю тоже, поскольку я все-таки проживаю в США сейчас в скажем такой свободной последовательной стране в отношении всех этих мер. Здесь нет никакого утилизационного сбора. это обязанность каждого владельца, если он хочет ее утилизировать. Зачастую этого не происходит, потому что эта техника идет во вторичную работу, она перепродается затем, на международные рынки уходит куда-то, в другие страны и так далее. То, что мы сейчас видим в сети, вот эти комбайны, тракторы, которые приходят на ту сборку, которая не соответствуют опять же тем регуляторным соглашениям, которые есть, это просто техника, которая прошла преддоставочную инспекцию на заводе. Так называемый PDI, в английском языке это называется Pre-Delivery Inspection, который обязан делать каждый производитель, отправитель любой техники, которая ее куда-либо отправляет. с завода, если это БУ-техника, вы отправляете ее своему клиенту куда бы то ни было, вы обязаны сделать PDI этой техники, чтобы она входила в габарит, когда вы ее доставляете, соответственно, на корабль, либо на железную дорогу. Опять же, снимается тот же шнек с того же комбайна, идет он на завод или он идет не на завод, без разницы, идет он к Фариду Машичу из США от другого фермера, обязаны снять фонари, фары, баллоны с этой техники. Фарид Кумашич его будет получать, он возьмет кран, поднимет его, поставит туда, колеса прикрутит, шнек со своими работниками, компьютеры поставит, не знаю, ресиверы поставит на эту технику и она пойдет в работу. Это обычный PDI, который делает любой производитель, Кубота, Класс, Джон Дир, Кейс, без разницы на сегодняшний день. Поэтому то, что называется на сегодняшний день производством, я не знаю еще, как это назвать, в кавычках. Спасибо, Василий, за ваш комментарий, на ваших словах, наверняка Роман Скляр и Андрей Лаврентьев подумали, слава Богу, не в Америке живем. А вот объясните мне, пожалуйста, обратное введение НДС и снижение сбора на 50%, они произошли практически синхронно же по времени, совпали. А что, введение НДС это была какая-то компенсация для автопрома нашего? Можно я прокомментирую это как непосредственно пострадавшая сторона? У нас все происходит довольно-таки чудесным образом. Во-первых, мы получаем НДС за приобретенную сельхозтехнику 25%. При этом порядка 20% от стоимости у нас уходило до последних изменений на уплату утилляционного сбора. Соответственно, 5% наш карман просто, условно говоря, транзит, крестьянин является транзитером. Денег, если у нас в виде утилляционного сбора, теперь, значит, утилляционный сбор снижает в два раза, как продекларировали, но пускай он, условно говоря, вместо 20% теперь будет 10% по стоимости КВМ-майна, но сверху сваливается на нас 12% НДС уплаты, уплате, причем спиньер со штрафами с Нового года, хотя это противозаконно, потому что с НПП согласование это не произошло. Все, 10% сняли, 12% забрали. С предыдущих 25% что осталось? Ну, по сути, инфляция сделала свое дело, ничего не осталось, мы в минусе, вот и все. А если мы говорим про, вот, только что упомянули, так называемую экологическую составляющую, мы сегодня от своей бедности старая техника является донорами для техники той, которая у нас существующая, ездит, мы с нее скручиваем, что-то меняем и так далее, когда уже совсем скручивать нечего, мы просто ее сдаем на металлном, и таким образом мы сами по себе все утилизируем, утилизировать не надо здесь ничего. Все это придуманные вещи. А если мы говорим теперь вот в свете последних событий, у нас уникальная возможность у Казахстана сегодня развивать отечественное автомобилестроение в связи того, что там в России даже в той же на москвичах никто уже не хочет ездить. И смежные производства, которые будут произвести сидения, электропроводка, фары там и так далее, стекла, они будут для сельхозмашинного строения как раз таки производить то, что мы привести к высокой локализации, про которую сегодня мы декларируем. У нас есть уникальная возможность сейчас в пользу этой ситуации за 2-3 года создать и автомобильную промышленность, и сельхозмашиностроение именно на том уровне, про который мы декларируем, но не делаем. А сейчас есть все возможности сделать и реализовать этот проект. Уникальная возможность. Надо это сделать немедленно, а вместо того, чтобы облагать крестьян дополнительными сборами и пошлинами и запретами на экспорт и так далее. Для этого делать нас еще более бедными надо сделать всю страну богатой. Это мой призыв к нашим правителям и руководителям страны. Иначе говоря, с помощью этого НДС кнут оказался побольше пряника и погорше его. Скажите, вот как бы вы назвали по очереди тех людей в правительстве, которые думают ну как бы еще покрепче закабалить фермера, превратить его значит трудности жизни в бессмысленные мучения. У меня судя по делам, а не по словам, да, то есть они обрекают фермеров наших кормильцев на какую жизнь? Как назвать таких людей? Их любимый лозунг этих людей нам пофиг пчелы, нам нужен мед. Вот и все. Это все сказано. Поэтому в таком случае надо, чтобы пчелы в другом муле поселились. Я не знаю, что должно произойти, но я просто вижу, что мы с каждым решением антинародных постановлений фермеры становятся все беднее и беднее. И возможности платить нашим работникам уменьшаются с каждым таким действием нашего правительства. В конечном итоге мы вынуждены платить более высокую зарплату, она не является не совсем заработанная, а просто потому, чтобы людей удержать. Хотя по уровню доходов мы сегодня в два раза ниже, чем в всех стране. И соответственно обновиться технику работают не можем, конкурентоспособную продукцию произвести не можем, себестоимость растет, в конечном итоге, а поднять нам ее не дают, продать по мировым ценам тоже, вводят запреты и ограничения. Вот и завтра кто в селе останется работать, вопрос большой. Уменьшается количество продвиженных продукции, соответственно растет дефицит, растет цена. Вот и все. Тут закон экономики я ничего не придумал. Он и есть. Василий, прошу вас. Я бы сказал им одумайтесь, одумайтесь. 15 лет производят комбайн завод в Казахстане. Может быть что-то делается неправильно, может быть пора менять подходы к производству техники в стране. 15 лет. надо начинать с мелкого производства, производства комплектующих, резинотехнических изделий. Не говорю я о производстве двигателей, коробок и прочих вещей. Производить нужно то, что используется на любой технике. Аккумуляторные батареи, баллоны, ремни, подшипники, соответственно режущие аппараты и так далее. От меньшего к большему. В Казахстане ощущения хотят сразу ракета и вперед полетели. Не бывает так. Лек? Я бы сказал, вообще напрашивается слово беспредельщики. Как минимум недальновидные. Недальновидные и вот я просто хотел бы вернуться к этим графикам. Это яйцо, это масло подсолнечное. Вы видите? фактически эти уровни о чем говорят? Это все подтягивается. Подсолнечное масло в связи с тем, что Украина была крупнейшим экспортером и не только по пшенице. Сейчас по подсолнечнику рост цен идет. В Германии сейчас масло подсолнечное если раньше совсем год назад 1 евро стояла бутылка, сейчас 2,5 евро. Это говорит о том, что их спрос, их рост цен будет подтягивать. Мы от этого роста никуда не убежим. Мы будем закрываться, вводить запреты, вводить квоты на вывоз. Но через год мы все равно с этой проблемой будем сталкиваться. И у нас сейчас есть короткое время нагонять это все. наше призвание в этом. И сейчас как раз время. Если у нас нету на севере достаточно людей для механизации, если у нас недостаточно техники, нам как раз нужно этим заняться. И нельзя говорить о том, что вот сейчас нет, мы не будем, мы закроемся, мы ведем запреты, мы здесь какую-то стабильность обеспечим, но мы зато выдадим наше машиностроение, выдаст нам трактор казахстанский, предположим, или какой-то еще, или предположим казахстанский комбайн, и мы уперлись в этом. Это чуть-чуть неадекватно и недальновидно, я так скажу. Потому что если адекватно к этому рассматривать, нужно делать бизнес из агропроизводства, из агрохозяйства, и необходимо экспортировать, от мира мы не убежим. И мы должны обеспечивать как внутренний рынок, так и экспортировать и реализовывать этот потенциал. А следом с с правильными походами развивать имяшностроение. Иначе рост цен будет продолжаться. Фарид, вы уже затронули тему общей ситуации сельхозтехники в Казахстане и влиянием на эту ситуацию войны в Украине и общей геополитической ситуации. Я вас всех попрошу ответить на вопрос как война будет сказываться на этом рынке. Учитывая то, что те заводы в Казахстане, которые они же являются как раз таки производителями российско-белорусской техники, непосредственными участниками этого конфликта и соответственно часть комплектующих львиная в этой технике как раз таки европейская. и те санкции, которые введены против России и Белоруссии на сегодняшний день, это прямая зависимость этих заводов в Казахстане от этого удара. Соответственно, вообще в данных условиях я считаю нонсенсом, что утильсбор вообще сохранился в Казахстане, его нужно вообще отменять. Почему? Потому что я думаю, что в следующем году еще хуже будет ситуация, потому что эти производители России и Белоруссии, они мгновенно свое производство перенаправить не смогут. И соответственно у них еще и введен регуляторная политика на импорт этой техники сельскохозяйственной из страны. Следовательно, в следующем году эти заводы в Казахстане либо недополучат техники и они уже скорее всего в этом году ее недополучили по статистике возможно Олег Рашидович больше владеет цифрами, то в следующем году еще хуже ситуация может быть. Ввиду этих всех вещей я считаю, что правительство Казахстана вообще должно незамедлительно реагировать на эти вещи и все допсборы для фермеров отменять, которые были введены последние годы и оперативно реагировать, потому что фермеры вообще в этих обстоятельствах почему должны его платить? Позвольте можно прокомментирую? Введенные санкции в отношении наших северных соседей и нашей зависимости в плане того, что сборочное производство, которое мы развивали полностью основано было как раз таки на их технике в связи с тем, что гидравлика в тракторах, трансмиссии, двигатели, ключевые компоненты по электронике и так далее, это все было у них возное, возимое, и как раз таки там распоргнуты эти контракты, и поэтому с комплектующими там большие проблемы, это все привело к тому, что, во-первых, возник вопрос наличия техники. У нас предстоит, скорее всего, ожидаемый дефицит, техники, если посмотреть как раз таки на тенденции по поступлению техники на наш рынок, если раньше один сборочный завод давал по 300, по 400 компаний, сейчас он дает в разы меньше, по 50, по 60, по предварительной информации, это существенное сокращение, и причем такой вот рост цен, скорее всего, с этим и связан рост цен, поэтому знак, сигнал здесь очень-очень тревожный, с одной стороны, с другой стороны, на мировых рынках военный конфликт как раз таки отражается в плане возникновения ажиотажа, я вот хотел показать как раз таки диаграмму крупнейших мировых экспортеров пшеницы, крупнейший мировой экспортер Российская Федерация, 40 миллионов тонн, она сейчас ввела запрет на экспорт, но при этом занимается очень, скажем так, целенаправленно посевной компанией этого года для того, чтобы выиграть рекордный урожай в этом году, но пока запрет на вывоз стоит, и видимо, в недружественные страны они его вообще не будут вывозить, а скорее всего, будут работать только с дружественными странами, это в плане того, что сразу несколько стран отсюда выпадают, в Украине будет снижение однозначно, Индия ввела запрет на экспорт, как я сказал, в других странах начались стратегические закупки в запасы, поэтому здесь нам с одной стороны либо сидеть на этих 13-15 миллионах тонн, которые мы ежегодно делаем, но и в этих условиях можем и так продолжать, конечно, либо увеличивать это, одна Индия, выпадение одной Индии будет стоить рынку 7 миллионов тонн, меню, и эти вещи восполнять нужно, с одной стороны, поэтому тенденции будут, к сожалению, подтягивать вот эти цены, в связи с тем, что казахстанская твердая пшеница экспортировалась в Европу, и она высоким спросом обладает, в Италии в частности пиццу пекут из казахстанской пшеницы, макароны делают, да, и мы от этого тоже не убежим, она востребована, и да, мы временно введем запреты, но в последующем все равно рост цен нас затронет, и нам либо отвечать ростом производства, либо нет, вот в этом вопрос, и я думаю, здесь однозначно нам нужно максимально сделать упор на увеличение армии, тракторов и комбайнов, ударное обновление сделать, и мы должны, по примеру Российской Федерации, а они в частности, вот, кстати, для информации, территориальные подразделения, специальных служб, контролируют пассивную компанию, и все лох, это почему о том, что вот эта задача по обеспечению рекордного урожая в этом году для них приоритет в этом году, соответственно, мы в ситуации, будучи экспортером, конечно же, должны сделать акцент также на производство, и в этом плане все препятствия для этого необходимо снимать, а такие вопиющие вообще ситуации, когда задними числами вводят обязательства на фермеров, я считаю, что необходимо, у каждой такой проблемы есть фамилия, имя, отчество, необходимо просто находить персонально, рассматривать ответственность лиц, доводящих до этого, это все абсолютнейшая дискредитация идеи «Жанна Казахстан», и то, что оборачивается просто боком и дискредитирует всю идею трансформации в новую, прозрачную и предсказуемую регуляторную среду, без этого у нас будет, вот, как я сказал, будет пир беспредельщиков, Фарид, вам есть что-то добавить? Я хочу сказать, что наш северный сосед, как говорит Дмитрий Медведев, у нас есть мягкое оружие, это производство, это продовольствие, это есть наше мягкое оружие, и к этому сегодня они готовятся, как говорил Владимир Путин в 2015 году или в 2014 году, что экспорт пшеницы превысил экспорт вооружения, и это как великое достижение показала Российская Федерация, на самом деле это так, по этому пути вполне может пройти Казахстан, который сегодня едва ли в аграрной отрасли генерирует 3 миллиарда долларов, если говорить об экспорте, то это еще меньше, величина гораздо, у нас все возможности есть сейчас для того, чтобы сделать рывок касательно сельхозпроизводства, для этого надо и удобрения, и пестициды, и все остальные виды и продукции, и так далее, снять все барьеры, которые только возможны, в том числе в виде ограничений по виде там утилиционных сборов, НДС, создать максимально льготные условия для наших аграриев, чтобы мы рванули вперед производство сельхозпродукции, а то, что я сказал про отечественное автомобилестроение, машиностроение, и сельхозмашиностроение, тут, как говорится, у нас все карты в руках, за три года можно так все перевернуть и войти на рынок соседней страны, пример Узбекистана, который создал автомобильную промышленность при в три раза меньше, менее богатом населении, чем в Казахстане, сегодня их автомобильная промышленность состоялась, они экспортируют в соседние страны и свыше 350 тысяч автомобилей производят. Сегодня, для сравнения, АвтоВАЗ производит сегодня едва ли 600 тысяч автомобилей. То есть, мы можем сделать мощный рывок и мы просто обязаны. Если мы этого не сделаем, то те, кто определяет сегодня стратегию жанра Казахстана, так скажем, я считаю, что они свой шанс исторически не использовали и вместе с этим не используем шансы, а все население страны ведут не по тому пути. Вот. Мой вопрос. Лев, поясните, пожалуйста, вот Россия вела запрет на экспорт сейчас, да, пшеницы и такое внимание уделяет будущему урожаю, чтобы, чтобы что? Чтобы диктовать цены на мировом рынке? Ну, понятно, что при отсутствии Украины как ведущего игрока, одного из ведущих игроков экспорта, пшеницы. Казахстан девятое место занимает Украина, первое место в мире по экспорту пшеницы занимала Россия, ну и Россия по экспорту подсолнечка, вернее, занимала первое место Украина. Понятно, что в руках России оказывается мощная дубина продовольственная, которая позволяет кого надо ударить, кого надо поощрить. А у нас какие виды на урожай в этом году? Можно я прокомментирую, потому что я вот только сейчас в пассивной компании непосредственно нахожусь. По видам на урожай пока все складывается неплохо, мы можем получить урожай выше, чем в прошлом году, засушенном году. Это уже сейчас видно, потому что дожди пройдут в севере Казахстана, в Астанайской области, в целинных регионах Казахстана. На юге хорошие дожди были, а зимы очень хорошие. В принципе, мы можем получать урожай, получить урожай на 20 процентов больше, 20, а то и более процентов, больше, чем в прошлом году. Сколько миллионов тонн это будет? 20 будет? Я думаю, что такой прогноз, кроме Аллаха, никто не ответит на него. По видам, которые сегодня есть, видно, что по сравнению с прошлым годом, прогнозно, мы идем на 20 процентов выше. Еще нужны нам летние осадки, понятное дело, и в уборочную, чтобы была хорошая погода. Пока предварительно 20 процентов плюсов в прошлом году. А сколько в прошлом году было? В прошлом году порядка 15 миллионов тонн пшеницы, на зерновых мы убрали, 15 миллионов тонн зерновых, плюс там масличные и так далее, ну, в среднем, где-то 18-19 миллионов тонн. Вы знаете, я помню, я начинал журналистику в 80-х годах, и тогда главная цель была каждого года отдать миллиард пудов зерна. Миллиард пудов это 16,5 миллионов тонн. Вот, с тех пор по-прежнему вокруг этой цифры и вертимся. Я помню, как-то в один год, может быть, лет 15 назад Казахстан произвел 30 миллионов, то есть почти 2 миллиарда пудов. То есть, топчемся на месте уже лет 40, наверное, по общей производительности. Ну, я хочу сказать, что сегодня при наличии современных технологий можно получать, конечно, значительно больше урожая. Сегодня средняя урожаяность по стране у нас по официальной статистике стоят 11,8 миллиона, 11,8 ценер из гектара. Ну, мы на Востоке берем уже за 40, то есть, можно увеличить в три раза производительность производства, можно увеличить, ну, не в три раза, но при вне новой технологии 20-30 процентов прибавить в легкую может. Просто для этого надо перевооружаться нам, а мы этого делать не можем. Вот смотрите, я постоянно думаю вот о чем, в чем главное расхождение между противниками утильсбора и его лоббистами. Вот когда слушаешь, в частности, первого вице-премьера Скляра, я постоянно апеллирую к нему, потому что он фактически главный спикер всех лоббистов. Он представляет дело так, будто бы автопром это вещь в себе. Он постоянно говорит о количестве вышедших из ворот заводов машин, о создании тысяч рабочих мест и так далее. Никогда я не слышал, чтобы он говорил о конечном потребителе, то есть об автовладельцах с одной стороны и о фермерах с другой и о ценах, о доступности автомобилей и сельхозтехники для населения. Вот, Василий, что вы думаете по этому поводу? Это вообще стратегия известная, в принципе, избегать острых краев тех вопросов, которые есть, потому что ему просто нечего, наверное, на эти моменты сказать, потому что это больные точки для всего населения и тех конечных потребителей той продукции, которую производят в кавычках наши заводы. Ну и, в принципе, я думаю, что на сегодняшний день эти моменты он и не будет освещать, потому что ответы так понятен каждому. Харит, вы как обычный потребитель? Он умеет эти документы в сети открывать, смотреть, сравнивать, и для того, в принципе, все понятно. Ну, я считаю, что сегодня наши руководители правительства должны, конечно же, не вести себя как руководители автомобильных заводов, они должны видеть всю экономику Казахстана и всю взаимосвязь, как одно должно дополнять другое, и общее развитие должно идти. Для этого определение стратегии, для этого существует правительство, определять стратегию развития всей экономики Казахстана, а не отдельных подразделений. Мы понимаем, что и догадываемся, почему именно автомобильная отрасль и автопром или же сельхоз машиностроения так привлекательна для нашего правительства. Мы об этом знаем, догадываемся, видим, слышим, но я хочу сказать, что сегодня у нас страна уже не та, в которой можно молча заниматься определенными вещами и производить автомобили, которые на самом деле не на производстве, а как это назвать, очень трудно, даже слово трудно подобрать. Говорит, на нашем канале мы говорим без намеков всегда напрямую. Скажите, о чем вы догадываетесь и на что вы намекаете? Почему автопром? Я догадываюсь, что есть определенный интерес у нашего правительства в лоббировании интересов автопрома и сельхозмашиностроения. Определенный это меркантильный интерес? Ну, наверное, на это вопросы должны отвечать компетентные органы. Мы же можем только догадываться и предполагать, если все время в одну и ту же сторону уводит, как говорится, развитие экономики Казахстана все время уходит в одну и ту же сторону, причем оно не подтверждается реальным производством сегодня, это пойти по пути наибольшего, наилегкого пути, это, скажем так, совсем не то, что должно, для экономики нашей сегодня нужно не это, и люди ждут не этого, самое главное. Лег, вот, на мой взгляд, исключение конечного потребителя из картины мира правительства, это не государственная политика, а антигосударственная политика, как вы считаете? Я думаю, как минимум, это ошибочное ведение политики, я думаю, очень многое зависит от ключевых лиц, принимающих решения, я считаю, что это вообще ошибка, не учитывать интересы потребителей, не учитывать доступность для потребителей, и при рассмотрении любой секторальной программы, любой расстановки, программы по развитию машиностроения, развитию производства, и так далее, выпадение интересов потребителей, выпадение благополучия потребителей и соответствия вот этих покупательских возможностей, дальнейшего эффекта на другие доходоприносящие отрасли, это все является крайне недальновидным и вредоносящим, вредным, по сути, что приводит к ситуациям, вот как, к примеру, с яйцами, вот эта пружина, скажем так, которая распрямилась по росту цен на яйца, это как раз таки пример роста производственной себестоимости, это все накопилось, вы думаете, эти производители, которые у нас были, они там с бешенными моржами работали, нет, как раз таки это копилось, и как только триггер сработал, все она выпрямилась, и все начали переустанавливать прайсы, переоценивать, потихоньку, потихоньку, мы все равно реализуем и цены все равно восстановятся, абсорбируя весь рост производственной себестоимости, вот это и будет происходить, если мы не будем заботиться о потребителях, в частности, в автотранспорте потребители это граждане, малый и средний бизнес, транспортные компании и так далее, в сельском хозяйстве необходимо смотреть на фермеров, что дальше передается переработчикам и конечным гражданам, вот мы не заботимся об этом, смотрим на только один сегмент и получаем ситуацию, когда раскручиваем спираль и ралли, это ралли, самое настоящее ралли-центр, которое сейчас уже не останавливается, его необходимо остановить только кардинальными регуляторными мерами, имея в виду дерегулирующими мерами, вот поэтому здесь трезвый анализ требуется и если мы хотим переломить ситуацию, необходимо смотреть корень, то, что мы наворотили за несколько лет. Итак, наша дискуссия выходит на финишную прямую. Последние вопросы. В чем вы видите способ обуздать рост цен на сельхозтехнику, как едва ли не главный фактор роста цен на продукты? Василий? Ну, как я и говорил, я считаю, что в условиях сегодняшнего рынка, особенно как раз-таки той составляющей, про которую мы говорили относительно рекордного урожая в России, наше правительство должно сделать все от него зависящее по снижению себестоимости продукции фермеров в Казахстан. Почему? Потому что Фарид Кумаш, я думаю, эту ситуацию очень хорошо мониторит. Наша продукция казахстанская, она должна быть конкурентоспособной на рынке, иначе просто-напросто при торговле с дружественными странами Россия завалит своим урожаем всех, да, и, соответственно, наши фермеры в Казахстане, они останутся со своей продукцией один на один, будут неконкурентоспособны, не смогут ничего экспортировать и так далее. Соответственно, все эти дополнительные препоны, дополнительные сборы необходимо отменять, оперативно реагировать на эти вопросы, и к тому же господину Скляру вопрос вот в этом приказе промсборки есть пункт расторжения соглашения, при котором в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением производителям требований соглашения производителям возмещаются предоставленные с датой заключения соглашения льготы по соответствующему коду ТНВЭД в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Почему на сегодняшний день соглашения с заводами, которые не исполняют, как мы видим, обязательства по сборке, до сих пор не расторгнута? Спасибо. Фарид? Ну, касательно техники, о которой мы сейчас говорим, для снижения ее стоимости, нужно первое отменить утилиционный сбор НДС на технике сделать льготы. Затем техника производства до 5 лет, чтобы завозилась, бывшее употребление техника завозилась в Казахстан без утилиционного сбора и НДС точно так же. Для чего? Для того, чтобы местные дистрибьюторы, которые продают эту технику здесь, в Казахстане, не включались в спекулятивную составляющую. Для уравнения цен на сельхозтехнику это необходимо сделать. А в целом, если говорить о ситуации, вообще, я хочу сказать, что сегодня у нас во всех министерствах абсолютно наблюдается дефицит компетенции на всех уровнях, потому что, потому что. а если мы хотим, чтобы и была компетенция появилась, то надо обратиться в палату предпринимателей, где находятся отраслевые союзы, профильные, абсолютно, в том числе, по машиностроению есть, по сельхозтехнике есть и так далее, и так далее, они обладают необходимой компетенцией, потому что там находятся предприниматели, которые от бизнеса и от производства там присутствуют. Вот из них надо сформировать правительство, которое будет обладать должной компетенцией, и тогда не нужно будет согласовывать с палатой предпринимателей, потому что палата предпринимателей плавно переместиться в правительство, из них сформировать правительство по авторствам, направлениям и министерствам. И тогда оно будет компетентное, грамотное, и тогда не оторванное от земли. Сегодня у нас правительство живет своей жизнью, люди живут своей жизнью, бизнес живет своей жизнью. И это вертикаль, чтобы выстроилась правильно. Для этого нужно все это сделать. Вот это мое предложение. Ну, пока тем временем происходит обратное движение. Вот АО Жасыл Дому, которая находится в структуре Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, и которая теперь вместо оператора РОП занимается сбором утилизационных платежей, под давлением, как мне рассказывали, первого вице-премьера Скляра. Была снята председатель правления Жанат Самат. Затем из ее советников убрали Тимура Жаркенова, который теперь стал зампредправления Наспалаты предпринимателей Атамикен. И также исключили и вывели из состава Совета директоров независимого директора Белика Заирова, председатель комитета развития малого и среднего бизнеса, той же самой Наспалаты Атамикен. То есть, лоббисты не сдаются. Последний вопрос к вам, Тлег. Мы видели этой весной панические атаки по поводу дефицита разного рода продуктов. Сахара, например, они продолжаются до сих пор. С другой стороны, пусть ведут кошельки казахстанцев, в связи с беспрецедентным ростом цен на продовольствие. Вот чего нам ждать в ближайшей перспективе. Голодных бунтов или все-таки цены на продукты стабилизируются? И что нужно, какие условия необходимо создать, чтобы все-таки сыграл второй сценарий? Это комплексный, конечно, вопрос. Я не хотел бы, чтобы мы просто теряли время. Вот это все может обернуться просто в потерю времени. Мы периодически видим различные селекторные совещания по мониторингу цен, по сдерживанию цен, администрированию этих цен в регионах и так далее. Но если мы не будем смотреть в корень и как бы не будем заниматься стабилизацией как раз-таки нашего ценного образования на наши продукты, на средства производства и так далее, это все будет как борьба с ветряными мельницами, я скажу. А также наше влияние взаимной торговли с миром, оно также будет по-прежнему продолжать влиять. Единственным правильным ответом, адекватным было бы акцент на производство, фокус на производство и просто ударное производство в сельском хозяйстве у нас для обеспечения как внутреннего изобилия товаров, о котором говорил глава государства, без этого цены не будут стабилизированы, без изобилия товаров, так и на экспорт. Я вот здесь возвращаюсь к тому ралли цен, что его может остановить на рынке средств механизации, я бы сказал, что только конкуренция, конкуренция и наличие достаточного количества поставщиков является единственным залогом стабилизации цен. Если мы снимем вот эти регуляторные барьеры, барьеры по доступу на рынок и так далее, конкуренция и является по сути тем, что реализует потенциал и стабилизирует цены. Когда есть разные поставщики, я могу запросить у одного, если мне не понравилось, у другого и начинаю сталкивать их лбами и играть на понижение цены, это становится рынком покупателя. Сейчас то, что действует, то, что усугубляется, это рынок продавца и дальнейшая консолидация происходит как раз таки, сужение этого узкого горошка, что произошло в автосекторе. Вот один в один копируется и то же самое происходит в сельхозсекторе. Это будет приводить к тому, что спираль цен, ценообразования и ралли этих цен будет просто продолжаться. Сейчас для того, чтобы новому предпринимателю заняться поставками сельхозтехники, необходимо целый барьер, целый, скажем так, шлейф регуляторных квалификаций обеспечить, даже если взять обычную сертификацию на соответствие техрегламенту по безопасности, это 21 компонента, он должен 3-4 компонента привести физически и 18 остальных компонентов также сертифицировать. На это уходит у него год и должен он инвестировать туда значительные средства. Это необходимо инвестировать в закуп соответственно бренда сельхозтехники, необходимо инвестировать в сервис, наим рабочей силы, необходимо инвестировать время, квалификации, очень много ресурсов на сертификацию, выстроиться, обеспечить наличие этой техники здесь на рынке и начинать развивать. И я должен это делать без оглядки на лоббистов, на различные заградительные регуляторные меры, которые неожиданно в любой момент могут водиться именно в сезон для того, чтобы тебя обанкротить. Вот именно такие условия не позволят развиваться этому сектору. И с этого сектора, с сектора поставщиков сельхозтехники очень много компаний ушло. Происходит консолидация. Действующие компании продолжают расти, консолидируются, но это плохо в целом для рынка. И единственным решением здесь является либерализация и конкуренция. Вот это и является возможностью стабилизировать. И это необходимо возвращать в наши сектора все то, что находится в самом начале цепочки производственной себестоимости наших продуктов. Василий Фарид Лек, я благодарю вас за эту глубокую дискуссию. Надеюсь, что нас услышат. И в заключение я хочу сказать, что экономика будет здоровой, страна процветающей, люди богатыми и счастливыми, когда эта самая экономика станет человекоцентричной, а не скляроцентричной. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будете гарантированно получать уведомления о нашем каждом новом ежедневном выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда каждый божий день благодарю вас за донаты. С их помощью мы бесперебойно выходим с января в ежедневном формате. Копр Ахмед, огромное всем спасибо. Вы реальные соавторы и помощники канала Гиперболей. Безбергемез мы делаем Гиперболей вместе. Перечислить донаты не легко, а очень легко. Вы это можете сделать по номеру телефона, который видите на своих экранах, на карту Каспий, либо на карту Халык, а также на эти карты по их номерам, которые тоже отражены на экране. Также можно послать донат по Каспий Пэй, но только с настольного компьютера. Для этого вы заходите в описание к ролику, кликаете слово «Еще», видите ссылку, ее тоже кликаете, перед вами на экране появляется QR-код, вы его сканируете с помощью мобильного приложения Каспий, вбиваете сумму, пишете «Донат для Гиперболея», а я говорю вам спасибо. На этом я с вами ненадолго прощаюсь, свободный здар. А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперболеи, грей, 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 гиперболеи, грей, грей, грей. Это супер!